Так, друзья, я вас хочу познакомить с моим другом Олегом. Олег про себя расскажет сам. Во-первых, он и художник, поэтому ему сразу, конечно, показывал картины, ему они понравились. Да, замечательная работа. Хорошая, правда? Да, очень хорошая. Во-вторых, и во-вторых, рассказывай про себя. Ну, сначала про работы Хасая, потому что в них самое главное то, что они передают суть вещей. Известный, наверное, многим скульптор Агюст Роден говорил, что его главная задача – это передать не внешнюю оболочку, а суть того, что он лепит. Это вот как раз работы Хасая, живописные, они и суть нам эту и передают. Поэтому они мне очень понравились. Спасибо. Но вы не думайте, что мы подружились, потому что он похвалил мои работы. Дело в том, что его еще к тому же привел Роман Газенко. Мы все друзья. А Роман занимается как, вот с твоей точки зрения, вот ты с ним дружишь, вот что он делает? Вот это вот вербализация. Да, вербализация. Но он, Роман, много чего делает интересного. Но вот та методика, про которую мы сегодня, в частности, говорили, она очень близка. И тем, что в методе вашем, Хасай, в ключе, и то, что в моих методиках есть. Ну, обратите внимание, сейчас Олег будет рассказывать. И, собственно, да, это вот, пытаюсь подобрать нужные слова. Лучше бы, конечно, Роман об этом сам рассказал. Но он помогает при помощи слов, звуков найти семантический код каждого человека. Так можно было бы сказать. Скоро. Так что он поможет нам. Каждому из нас найти свои кодовые ассоциации, звуки. Кодовые ассоциации и найти свой семантический символ или свой звуковой. То есть тут нельзя разделять отдельно, да, звуки, смысловую часть слов. Об этом, да, лучше на семинаре. Олег, рассказывай своё, давай. Немного чем приходилось самыми разными направлениями заниматься. И сейчас я занимаюсь. По одному из своих образований я профессиональный художник. В своё время я закончил Московское высшее художественно-промышленное училище, бывшее Строгановское, теперь это университет декоративно-прикладного искусства имени Строганова. И у меня где-то в начале двухтысячных годов сложилась методика, основанная на нашем зрительном восприятии окружающего мира и использовании приёмов изобразительного творчества. И эти приёмы помогают найти человеку его графический или его изобразительный код, его изобразительный символ. И тем самым помогают человеку решать те задачи, которые ему хочется и которые, по-видимому, ему нужно решать. В том числе, да, я не предполагал, что эта методика может не только помогать, но и может восстанавливать здоровье и помогать при реабилитации, как после травм, так и при различных, так и при имеющихся каких-то патологиях медицинских у человека. Мне довелось несколько раз работать с пациентами, которые имели различные травмы или были после операций тяжёлых, помогать им реабилитироваться. Для меня самого было открытие некое в том, что те методики, с которыми мне приходилось работать и у меня сформировались, что они очень серьёзно помогали людям при их восстановлении. Именно при реабилитации, там, при реабилитации спинальников, при реабилитации после травм серьёзных. На них и надо немножко пояснить человеку, который, допустим, не в курсе дела спинальника. Это люди, которые в нейрохирургии, в госпиталях. Да, поражение спинного мозга, двигательной активности, неврологические серьёзные патологии. Это госпитали. Да, это больницы, госпиталь, там люди были, которые были ограничены подвижностью, использовали коляски, и с ними пришлось работать, и результаты для меня были. Это была некая проба, но они, эти пробы дали хорошие результаты. То есть, они, допустим, человек лежит после операции, ты их обучаешь рисовать, да? Или что ты обучаешь? Нет, нет, мы, я им помогал, нет, задача методики не научить рисовать в общепринятом понятии, а при помощи изображений, при помощи того, как человек каждый индивидуально общается с окружающим его миром, при помощи приёмов изобразительного творчества, человеку помочь гармонизироваться с окружающим его средой и с окружающим миром. Да, нет, задача не дать какие-то профессиональные навыки рисования, а раскрыть, помочь человеку раскрыть самого себя и найти самому ему пути для своего развития или для своего восстановления, или для своего лечения при помощи изобразительных методов изобразительного творчества. Ну, так может возникнуть мысль, что это арт-терапия, да? Может возникнуть мысль, что это арт-терапия, но я... Она отличается. А это отличается, да. Я, собственно, немножко противник такого названия. Иногда для упрощения, когда представляешь свои методики, приходится к этому штампу арт-терапии прибегать, но это не арт-терапия, потому что изначально она предполагает просто помощь человеку в раскрытии его возможностей, его способностей и гармонизации, и физических, и творческих. И гармонизации, самое главное, что гармонизации его с окружающим миром, как бы это так пафосно и банально не звучало, именно на гармонизации этих отношений. А если вы гармонизируете себя с окружающей средой, с тем, в чём вы живёте, с своим организмом, с процессами своего организма... Я уже прослушал, я уже сказал Олегу, называй меня на «ты», потому что я уже понял, что мы единого духа люди. И поэтому в том смысле, что мы мироощущенческие понимаем, да, Бога, хорошо. Да, ну и практически с полуслова понимаем. Методики Хасая мне понятны абсолютно и сразу, хотя я, к сожалению, не успел ещё весь объём его трудов и в книгах, и в других работах познакомиться не успел. Но мне понятно с полуслова то, что Хасай говорит, и то, что он хочет. Потому что очень близкие методики, она моя более узкая, у Хасая более широкое применение, но принципы одинаковые. Интересно, что все творческие люди по идее своей, они ведь творцы, и они могут найти общий язык, потому что чем бы они ни занимались, математик, художник, бывший пограничник. Музыкант, да, бывший пограничник. Да, бывший пограничник. Ну, да, и пограничник тоже в том числе. И художник, как Ален мой сын, и пограничник, бывший педагог, и художник, и психолог. Оказывается, все нормальные люди, которые находятся не в доминанте самоутверждения, не в доминанте страха, стресса, шаблонов мышления, когда человек невольно становится ведомым, ищет лидера, ищет авторитет, а становится самим собой. Развивается как личность, не только ментально, но и физически, становится здоровым. Это же вот, Олег, пожалуйста, мы недавно познакомились через роман, а мы друг друга понимаем с полуслова. Да, это абсолютно так. Да, и вы поймете с полуслова, о чем будет рассказывать Олег, а мы в следующий раз пригласим тебя. Мы можем какую-то ознакомительную встречу при помощи... Да, сделаем. Мы или бесплатно лидер проведем для всех, или вебинар проведем, который самый доступный вообще во всем интернете, по таким сложнейшим вопросам, где каждый человек вдруг начинает чувствовать себя человеком, у него появляется уверенность. Уверенность в себе. Вот это интересно. Но самое главное, что он себя открывает. Он понимает, что он неповторимый. Да. Это как раз таки называется в общей школе, в общей школе индивидуальный подход, когда каждый человек раскрывается как личность. Это потрясающе. Поэтому в нашей школе «Человек будущего хомофатурс» именно такие люди, которые что-то открыли, за спиной которых стоит опыт большой, уже и обучение других людей. И вот очень интересно будет и полезно для всех, когда мы проведем и бесплатный ликбез, и вебинар. Да. И Олег раскроет там вот эту технологию. Это потрясающе, я вас уверяю. Да, я буду рад познакомить, потому что приятнее всего и лучше всего, когда ты видишь, что твои усилия не зря были затрачены, то, что они реально помогают людям. Это самое главное. Сколько обычным людям помог, это вообще потрясающе. Самое интересное, что там человек вдруг открывает себе такие творческие качества, которых он не подозревал. Это очень здорово. А теперь я скажу, позвольте, дежурную фразу, которую в последние годы говорят все, которые выступают как-то в этой лете. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram. Под роликом вы увидите все контакты. И одноклассника. Ну, увидите все контакты, и вы начнете быстро получать интересную информацию, о которой вы тоже раньше просто и не подозревали. Итак, друзья, благодарим нашего Олега. Спасибо. Я счастлив, что я познакомился с братом по разуму. Спасибо, Хосе. Мы ищем братьев по разуму в космосе, а вот как важно найти их на Земле, чтобы быстрее полететь в космос. Да, ну Земля тоже маленький космос. Да. И космос внутри нас. Внутри нас, да. До встречи, друзья. До свидания. Спасибо тебе. Спасибо.